Не все знают, а многие уже и не помнят, что именно GoPro придумали такое понятие, как экшен-камера. Но в последнее время ребята начали тонуть в многочисленных китайских клоунах, копиях, и их продукты перестали выделяться из общей массы, а некоторые даже уступать более дешевым аналогам. И вот на выставке фотокина они представили своих пятых героев. Что ж, давайте посмотрим, что изменилось. Прежде всего изменился модельный ряд. Теперь он состоит только из двух камер, Black и Session. Никаких Silver и прочих разносолов. Black выглядит по-новому. Более крупный, сглаженный, прорезиненный корпус, большой двухдюймовый сенсор на дисплей сзади и классический монохромный спереди. Session же такой же, как и раньше. Мелкий кубик с однострочным монохромным дисплеем. Из элементов управления на обоих камерах лишь по две кнопки. Но главное это, конечно же, водонепроницаемость. Обе камеры способны снимать на глубине до 10 метров без применения подводного бокса. Водонепроницаемый корпус? Это, конечно, круто. Если вы резвитесь в бассейне и гуляете под дождем, камера легче. Ей удобнее управлять. Гораздо лучше записывается звук. Но, что делать с противоударностью? Ведь GoPro покупают не только и не столько для съемки в воде, но и для прочих экстремальных видов спорта, где без защитного кейса никак. И вот тут кроется основная хитрость. Подводный бокс в комплект не входит и его придется докупить отдельно. Так что к стоимости камеры можете смело прибавлять долларов 50. Интересно и то, что у Session корпус неразборный и вам придется довольствоваться лишь встроенным аккумулятором на 1000 мАч. У Black'а корпус, слава богу, разборный и аккумулятор можно поменять. Думаю, владелец GoPro любой версии знает, что время автономной работы не самый главный конек этих камер. И с пятым Black'ом ситуация вряд ли поменяется. Емкость аккумулятора выросла всего на 10%, до 1220 мАч. GoPro'шники обещают для обеих камер одинаковую автономность. Два часа в Full HD режиме и час в 4К. А если активировать GPS, он есть в Black, то думаю с аккумулятором можно распрощаться уже минут через 45. Обе камеры используют для зарядки модный USB-C. Наконец-то, я уже боялась, что снова старческий мини-USB. Как вы уже поняли, и кубик, и Black поддерживают UHD, причем в 30 кадров в секунду. Разве что у малой при 1080p максимальная частота кадров 60, а у большой аж 120. Или 90 в широкоугольном режиме SuperView. Кроме того, старшая модель может снимать в WDR, эдакий аналог HDR, но для видео. Стабилизатор тут электронный, по гиродатчику. Такой же заявлен у многих конкурентов. Но у некоторых-то уже оптический. Система одинаковая для обоих камер. А вот с серией микрофон и микрофон шумоподавления эксклюзивная фишка Hero 5 Black. Фото возможности разнятся. У старшей модели 12 мегапикселей возможность снимать в RAW и делать серии по 30 кадров в секунду. У Session только JPEG и 10 мегапикселей. Думаю, многие задались вопросом, а как же управлять камерой с сенсорным экраном в сноубордистских перчатках? Ответ от GoPro – управляйте голосом. Обе камеры можно попросить начать или завершить запись, выключиться и так далее. Работает в условиях выставки неплохо. Голосовое управление – это, конечно, круто. Но насколько громко придется кричать на свою камеру, если, скажем, она установлена на борде, а вокруг бушует стихия? Или как хорошо работает голосовое управление, если камера в кейсе? Все это выясним в полноценном обзоре. И чтобы его не пропустить, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торр이드. Продолжение следует...